Итак, сегодня у нас вторая часть пятой главы, которая называется «Конструирование возможных миров». В смысле, конструирование миров вообще, возможных и невозможных, прошу прощения. Начинается с параграфа, который называется «Негативные факты». В самом начале параграфа Джега говорит, что он будет излагать материал, который был в книге Джега и Баркера 12-го года «Being positive about negative facts». И он говорит, что там, в этой работе, они провозглашают такую программу, что нужно извлечь негативные факты из царства метафизической нежити. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что очень часто негативные факты воспринимаются как некоторая видимость сущего, которой прикрывается пустота, отсутствие чего бы то ни было. И вот Джега говорит, что этот образ, он его называет еще вампирический образ, неверен и от него нужно отказаться. Для начала он приводит доводы в пользу этого самого вампирического образа, который используют другие авторы. Во-первых, утверждается, что невозможно непротиворечиво говорить о негативных фактах. Вот он приводит цитату из Мамфорда, в которой говорится, что когда мы думаем о негативных фактах, то непонятно, может ли на самом деле быть фактом этого мира что-то негативное. Например, то, что в комнате в данный момент нет бегемота. Это выглядит, пишет Мамфорд, скорее как отсутствие факта и вообще отсутствие чего бы то ни было. Второй довод, который приводит Джега, ссылается на Мулнара. И довод состоит в том, что негативные факты онтологически избыточные, потому что когда мы их постулируем, то мы ничего не добавляем к миру. Все, что там было и остается, и ничего нового не появляется. И в формулировке Армстронга это же самое соображение звучит так, что любой постулируемый факт... Сам Армстронг использует не понятие факта, а слово truthmaker. В данном случае в контексте работы Джега это равнозначные понятия. Так вот, любой постулируемый факт должен вносить какой-то каузальный или динамический вклад в функционирование актуального мира. Значит, поскольку негативные факты не вносят никакого вклада, то мы не можем их постулировать с точки зрения Армстронга. Значит, вот какие контрдоводы Джега приводит против этих аргументов. Против первого аргумента он говорит, что не следует путать само отсутствие с тем, что отсутствует. Отсутствие бегемота в комнате само не является бегемотом. Оно является фактом, что бегемота нет. И этот факт вполне реален, в отличие от бегемота, которого нет. Он говорит, что негативные факты, когда мы говорим, что они реальны, не надо думать, что мы постулируем какой-то особый способ существования для них. Они существуют тем же способом, что и позитивные факты. И они, как и позитивные факты, могут быть локализованы в пространстве и времени. Ну, например, если мы рассматриваем какой-то позитивный факт, скажем, что Ваня любит Машу, то этот факт локализован в несвязанной области, распространенной в пространстве и времени, которая совпадает с теми областями, которые занимают Ваня и Маша вместе. И вот, значит, с негативными фактами, как говорит Джега, все то же самое. Он приводит пример. Факт, что Эйфелева башня, не расположенная следующей за Сиднейским оперным театром, локализован в прерывистой области, занимаемой Эйфелевой башней и Сиднейским оперным театром. Здесь же он замечает, что негативные факты – это не то же самое, что отрицаемые факты. Это понятие используют fine, zalta и restal. По-английски отрицаемые факты – negated, факт, негативные, соответственно, негатив. Значит, эти вот самые отрицаемые факты идентифицируются у тех авторов, которые они используют, которые их используют по тем позитивным фактам, которые отрицаются в негативных фактах. То есть они являются сложными сущностями, и их критерий тождества… Они не имеют собственного критерия тождества, имеют критерий тождества только позитивные факты. А негативные факты с точки зрения Джега, напротив, они хотя бы иногда фундаментальны и не зависят от других, то есть позитивных фактов. И для них, соответственно, должен быть свой собственный критерий тождества, состоящий в том, что эти самые негативные факты либо совпадают, либо нет. Значит, далее Джега переходит ко второму доводу и говорит против него, что негативные факты вполне вносят вклад в функционирование мира, а именно посредством, во-первых, каузации, во-вторых, конституирования и, в-третьих, перцепции. Каждый из этих способов привнесения вклада в функционирование мира он рассматривает далее по отдельности. По поводу каузации он говорит, что обыденная интуиция вполне принимает использование негативных объяснений в отношении причинно-следственных связей. Он приводит пример. Такое объяснение. То, что Боб не полил растения, вызвало их смерть. Значит, он говорит, что многие авторы не принимают негативную каузацию и объясняют, объяснили бы этот же случай иначе. Например, Доу объясняет подобные случаи в терминах контрфактуалов. Он переформулирует предложение, которое Джего приводит в качестве примера. Он бы переформулировал таким образом. Если бы Боб полил растения, это было бы причиной для них, чтобы жить. И тот же самый Доу вслед за Холлом приводит еще один довод против негативной каузации. А именно, он говорит, что допущение негативной каузации нарушает принцип специальной теории относительности, что никакой сигнал не может передаваться быстрее скорости света. Он говорит, что если мы рассмотрим ситуацию, когда Боб не полил растения, допустим, находящиеся в штате Глебе-Сидней, поскольку он был похищен злыми инопланетянами, тральфомодорцами, которые перенесли его за два световых года от Земли. И сейчас он находится там. Сейчас, в смысле, в тот момент, который рассматривается в примере. И таким образом, говорит он, если мы будем допускать негативные факты, то тогда нам нужно предположить, что Боб, который находится за два световых года от Земли, является то, что он не полил растения, является причиной того, что растения в Глебе-Сидней умерли. И таким образом, сигнал от Боба, некоторое каузальное действие должно было перенестись через два световых года и убить растения, что противоречит этому принципу специальной теории относительности. Далее Джега переходит к тому, чтобы отводить эти контрдоводы. Как он это делает? Значит, против вот этого альтернативного анализа в терминах контрфактуалов он говорит, что такие контрфактуальные парафразы не всегда очевидным образом работают. И даже если они работают, это не является веским аргументом в пользу того, что реальная каузация может быть только позитивной. Ну, например, где не очевидно, что они работают? Если, говорит Джега, мы предположим, что во всяком возможном исходе, когда Боб полил растения, в этот момент вмешался некий злонамеренный ученый, который распылил яд над растениями, и растения все равно умерли. И тогда, говорит он, контрфактуальный анализ, который предлагает ДОУ, не работает, потому что растения бы все равно умерли, если бы Боб их полил. Однако, интуитивно мы склонны говорить, что, тем не менее, в данном случае, когда Боб не полил растения, они умерли именно из-за этого, потому что ученый не вмешался, и значит, нам нужна негативная каузация. Против второго довода он говорит, что нарушения специальной теории относительности не будет, если мы будем рассматривать факты как протяженные в пространстве и времени, то есть тот вариант, который он предлагал до этого. Ошибка, которую вслед за Ахолом делает ДОУ, с точки зрения Джега, состоит в том, что он рассматривает Боба, который находится за два световых года, как один факт, а растения как другой. Однако, то, что Боб не полил растения, с точки зрения Джега, правильно анализировать, как факт, локализованный частично на Трафармадоре, где сидит Боб, а частично в Глебе Сидней. И таким образом, поскольку частично этот факт локализуется там же, где и растения, которые умерли, то никакого переноса сигнала быстрее скорости света не предполагается. На этом Джега заканчивает с каузацией и переходит к конституированию. Значит, в качестве примера того, как негативные факты конституируют мир, он берет бублик. В оригинале используется слово «пончик», но поскольку у нас пончики менее распространены, и они бывают разных форм, а не только классической формы с дыркой, то я буду говорить о бубликах, потому что у нас как раз бублики распространены, и у них всегда есть дырка. Так вот, бублик – это материальный объект, которому по определению свойственно быть дырявым. И он перестанет быть бубликом, если избавить его от дырки, то есть заполнить эту дырку бубликовым тестом. Дырка, как и сам бублик, является частью реальности, и, говорит Джега, ее существование объясняется только в терминах негативных фактов. Тут же он рассматривает альтернативы, говорит, ну хорошо, если нам не нравится такое объяснение, что мы можем предпринять. Во-первых, мы можем утверждать, что дырка – это не то, что существует, то есть на самом деле дырки нет. Во-вторых, мы можем сказать, что дырка – это нематериальное сущее, поэтому ее существование не конституируется материальным негативным фактом. И, в-третьих, мы можем сказать, что дырка материальна, но не требует для своего существования негативного факта. Вот Дэвид Льюис и Стефани Льюис используют этот третий вариант. Они определяют дырку как внутреннюю поверхность бублика определенной формы. Но, как говорит Джага, это конфликтует с тем, что дырка может быть заполнена, и тем самым она не является внутренней поверхностью, она является чем-то другим. Потому что, ну как можно заполнить внутреннюю поверхность тестом? Что касается остальных вариантов, первый вариант очевидно ложен, потому что, ну, с точки зрения любого правдоподобного анализа дырка все-таки есть. И второй вариант должен… То есть, если мы выберем второй вариант, мы должны предполагать, что мы воспринимаем нематериальное сущее. А это тоже достаточно проблематичная опция, от которой лучше бы отказаться. Далее он говорит, что объяснения через негативный факт вполне правдоподобны и не создают никаких проблем. Вот как объясняется данный пример. Если существует дырка от бублика, то существует пространственно-временная область R, заполненная бубликовым тестом и непосредственно связанная с областью R' в которой оно отсутствует. Это отсутствие представляет собой негативный факт, что нет бубликового теста в R', который сам по себе является материальным сущим, локализованным в R'. Этот негативный факт конституирует дырку от бублика, поскольку он пространственно окружен соответствующим позитивным фактом или фактами, то есть тем, что конституирует присутствие бубликового теста в R'. Таким образом, он конституирует дырку контингентно. Если уничтожить тесто в R', негативный факт останется, но он не будет больше дыркой. Далее Джега говорит, что это объяснение дает нам только связь между существованием дырок, а также прорег, выемок и других подобных сущих, и негативными фактами. То есть, если мы верим в существование дырок, то мы имеем основание верить в негативные факты. Но должны ли мы, спрашивает он, верить в существование дырок? С его точки зрения, то, что мы должны верить в существование дырок, объясняется тем, что они, дырки, участвуют в большом количестве объяснений. То есть, они обладают объяснительным потенциалом. Например, в топологии базовым является различение между геометрическими телами, по-английски solid, без дыр вообще, с одной дыркой, или с большим количеством дырок. Также во многих физических процессах задействованы дырки, в том числе и осмос, частично объясняется наличием дырок в поверхностях молекулярной толщины. И, говорит Джега, если во многих физических процессах задействованы дырки, то в этих же самых процессах задействованы и негативные факты. Тем самым мы показали их существование. По поводу перцепции Джега говорит следующее. Предположим, я могу воспринять Берти, пёсика, который приводился в пример в предыдущих главах, и таким образом удостовериться в том, что Берти существует. Также, таким же способом, я могу удостовериться в том, что Берти существует с определенным способом. В данном случае слово существует, переводит английское «из». То есть, он является таким-то и таким-то. Например, я могу услышать, что Берти лает, увидеть, что Берти неугомонный и так далее. Но аналогично я могу увидеть, что Берти не толстый, что он не леопард, и что он не делит комнату с бегемотом. То есть, что Берти или комната или мир не являются такими-то и такими-то. Это означает, что я могу воспринять негативные факты. То есть, факт о Берти или о комнате, или о мире. Джека говорит, что актуальный мир таков, что он либо является каким-то, таким-то и таким-то, либо не является им. И если не существует позитивного факта, что А, таким образом существует негативный факт, что не А. То есть, актуальный мир замкнут относительно существования фактов. Как говорит Джека, между негативными и позитивными фактами нет прорех провалов в актуальном мире. Как станет он говорить позже, в Ирзац-мирах такие провалы могут быть. Значит, далее он переходит к тому, как использовать негативные факты, ну и вообще факты для репрезентирования различных вещей, которые у нас входят в возможности и невозможности. Он начинает с репрезентирования свойств. Он предлагает абстрагировать свойства из фактов. Из позитивных фактов мы будем абстрагировать позитивные свойства, из негативных фактов негативные свойства. Актуально существующие свойства таким образом репрезентируют сами себя, а свойства чужаки, то есть те свойства, которые в актуальном мире не представлены, репрезентируются негацией их актуально существующих дополнений. Так, если эфность не существует, то существует негативный факт, что А какое-то А не есть эф. Абстрагирование из этого факта дает свойства неэфности. И мы получаем таким образом мирообразующий предикат, вот такой вот, который состоит из отрицания и свойства неэфности. И репрезентирует собственно эфность, которая была нам нужна. При таком подходе мы имеем разные репрезентации для разных свойств чужаков. Это проблема, которая упоминалась ранее по поводу свойств чужаков. И вот Джега говорит, что он таким образом ее решил. Пусть есть фундаментальный факт, что ничто не является эф. И другой фундаментальный факт, что ничто не является же. Они могут различаться, например, тем, что нечто могло бы быть эф, не будучи при этом же. Поскольку свойства различаются, их дополнения, то есть не эф и не же, полученные с помощью абстрагирования из фактов актуального мира, также различаются. И поэтому различаются и их мирообразующие репрезентации вот такого вида отрицания и неэф и отрицания и нежетость. И тем самым различные свойства чужаки репрезентируются различным способом. Условия тождества, говорит Джега, для таких свойств должны быть сформулированы в терминах тождества самих фактов, поскольку у нас свойства абстрагируются из фактов, то свойства различаются, когда они абстрагированы из различных классов фактов. И все тут. Что касается критерия тождества для самих фактов, Джега говорит, что когда факты фундаментальны, каковы в том числе и многие негативные факты, мы никак не можем объяснить их тождество. Они просто есть то, что они есть. И все. Далее он переходит к репрезентированию партикулярей. И говорит, что здесь есть три случая. Во-первых, это репрезентирование только возможных партикулярей. Во-вторых, невозможных партикулярей. И в-третьих, репрезентирование фикций. Под фикциями он имеет в виду в данном случае фиктивное сущее, каковым является, например, Шерлок Холмс. В-начале он рассматривает только возможные партикулярии. И предлагает репрезентировать их с использованием пучков свойств, интерпретированных как собственные имена и демонстративы, а не определенные дискрипции. Это аналогично референциальному употреблению определенных дискрипций, которое в работе 1966 года постулировал Донни Лан. Вот пример, который приводит Донни Лан. Пусть мы все разделяем мнение, что Анна выиграла конкурс пекарей. Тогда можно использовать предложение бисквит победителя потрясающий, чтобы обозначить, что бисквит Анны потрясающий, чтобы передать это содержание. В этом случае использование дискрипции победитель будет указывать на Анну, даже если мы ошибаемся в том, кто был победителем конкурса. На самом деле конкурс выиграл кто-то другой или у него вообще победителя не было. И говорит Джега, вне зависимости от того, могут ли определенные дискрипции в обычном языке употребляться таким образом, то есть вне зависимости от того, верно ли предположение Донни Лана, мы можем придумать специальные символы для задания такого их употребления. Вот, например, он обращается к оператору Z, который вводит Каплан в статье 1977 года, который так и называется Z, и в дальнейших статьях он использует этот оператор. Этот оператор превращает определенную дискрипцию в жесткий диссигнатор, который обозначает одну и ту же сущность во всех возможных мирах. То есть он вначале выбирает сущность соответствующую дискрипции в актуальном мире, либо в том мире, в котором в мире эвалюации, в котором относительно которого оценивается на истинность предложения с оператором Z. И после этого во всех других возможных мирах такая определенная дискрипция Z указывает на тот же самый индивид. И говорит Джега пучки свойств в нашем языке должны интерпретироваться таким же образом. Так пучок B, который обозначает множество свойств F1 Fn ведет себя так, как дискрипция Z F1 конъюнкция и так далее конъюнкция Fn под оператором Z. Такие пучки Джега называют пучками именами. С точки зрения актуалистского подхода, который принимает Джега, пучки имена только в возможных партикуляре ни на что не указывают. Тем не менее у них есть репрезентационное содержание, поскольку они комбинируются с мирообразующими свойствами в репрезентации того, что то-то и то-то имеет место. Вот, например, мы можем определить пучок B-Sister, который помимо каких-то иных свойств содержал бы свойства быть старшей сестрой Марка Джега. Используя этот пучок B-Sister, мы можем написать мирообразующее предложение, репрезентирующее ситуацию, в которой у Марка Джега есть старшая сестра. Хотя надо понимать сказанное только так, что B-Sister вносит вклад в предложение, означающее, что некоторая старшая сестра Марка Джега является такой-то и такой-то. То есть, в данном случае, поскольку у Джега нет сестры, то пучок ни на что не указывает и поэтому мы не знаем, что это за сестра могла бы быть. И тем не менее, он ведет себя, этот пучок, как жесткий десигнатор. Здесь же Джега замечает, что подход такой позволяет решить проблему, которая упоминается в параграфе 5.2 со смешиванием различных возможностей. Так у него Джега могла бы быть старшая сестра и она, как всякий человек, могла бы быть единственным ребенком в семье. Но мы не можем описать эту возможность так, что у Джега могла бы быть старшая сестра, которая была бы единственным ребенком в семье. Потому что в таком описании эта возможность является самопротиворечивой. Что мы должны сделать, это сначала описать фиктивную ситуацию, в которой у Джега есть старшая сестра, например, дав ей имя Молли. А потом сказать, что Молли могла бы быть единственным ребенком. И, говорит Джега, наш пучок B-систа работает так же, как и Молли в этом примере. Имя Молли. Далее он переходит к репрезентированию невозможных партикулярей и говорит, что строго говоря, никакие партикулярии не являются запрещенными логикой, поскольку логика лишь запрещает ситуации, когда такая-то и такая-то партикулярия обладает какими-то свойствами, например, она является одновременно F и не F. Также, если включать в логику математические аксиомы, она запрещает круглые квадраты и иные невозможные с математической точки зрения сущие. Такие сущие, как женатые холостяки и полностью синие и одновременно полностью красные предметы невозможны концептуально и, следовательно, невозможны метафизически, но они возможны с точки зрения логики. И все эти вещи, как говорит Джагаль-Коль, репрезентируются в языке лагодонского типа, если там есть соответствующие предикаты и логические связки. Проблемы возникают только тогда, когда нам нужно репрезентировать нечто, что является невозможным самому по себе, а не в силу каких-то своих свойств. Непонятно, есть ли такие вещи вообще, однако, по крайней мере, крепкие в работе 80-го года говорить, что таково фиктивное сущее. вот, например, Шерлок Холмс. Поскольку, если мы скажем, что имя Шерлок Холмс представляет собой сокращение для какого-то сущего, которое обладает всеми теми свойствами, которые приписываются Холмсу в романах Конан Дойля, то мы тем самым скажем, что значит, у имени Холмс есть какое-то значение, содержание, однако у него нет и не может быть никакого референта, потому что даже если какой-то реальный или возможный человек делает все то же, что и делал бы Шерлок Холмс, если бы он существовал, это не означает, что он является Шерлоком Холмсом, потому что Конан Дойл написал свои произведения не о нем. И таким образом, как говорит Джега, для того, чтобы репрезентировать невозможные партикулярии, но есть проблема фикции. И вот к ней он и переходит. Ассоциируем, говорит, имя Холмс с тем, что приписывается Холмсу Конан Дойл. И тогда, вне зависимости от того, согласны ли мы с мнением Крипке, что фикции невозможны, невозможна была бы ситуация, в которой Холмс не является детективом. Но то, что Холмс, если он существует, является детективом, не является тривиальным. И кто-то мог бы интересоваться, написал ли Конан Дойл свои произведения о детективе или, например, о маге. И таким образом, с точки зрения Джега, было бы хорошо, если бы у нас имелась, во-первых, репрезентация Холмса, а во-вторых, если бы эта репрезентация позволяла сказать, что свойство быть детективом является для Холмса контингентным. Ну, можно попытаться решить это просто путем простой перефразировки, то есть, сказать, что не Холмс мог бы быть магом или кем-то еще, а Конан Дойл мог бы написать свои истории о маге или о ком-то еще, не о детективе. Однако, говорит Джега, в нашем воображении Холмс существует как бы сам по себе, то есть, когда мы думаем о Холмсе, мы не думаем о Конан Дойле, и поэтому в нашем языке хорошо бы иметь имя для Холмса, а не просто дескрипцию для него. Далее он рассматривает вариант решения этой проблемы, который предлагается несколькими авторами, вот он приводит работу Селмана Non-Existence, Томасана Fiction and Metaphysics и Волтолини Half-Fict of All-Fiction. Значит, они, эти авторы, вводят специальные абстрактные объекты, которые, в отличие от других абстрактных объектов, не являются вечными, то есть, они создаются писателями, когда создаются сами произведения о персонажах. Эти объекты называются фиктами, в частности, Холмс фикта, и поэтому он существует, однако он не является детективом, потому что абстрактный объект не может быть детективом. Что говорит на это Джега? Во-первых, он говорит, что интуиция подсказывает, что все должно быть наоборот. Холмс не существует с точки зрения интуиции, он вымышленный, однако этот самый вымышленный Холмс является детективом. Более того, в том смысле, в котором вымышленный Холмс является детективом, то есть согласно вымыслу фикционально, он мог бы им, этим детективом и не быть. Из самих произведений Конан Дойла следует, что Холмс мог бы быть вместо того, чтобы быть детективом, химиком, виолончелистом и так далее. Однако абстрактные объекты это такие объекты, у которых все свойства сущностные. поскольку это лишь обычные пучки свойств. И таким образом, если мы рассматриваем Холмса как абстрактный объект, то мы не можем сказать, что Холмс мог бы и не быть детективом. Вот какой вариант этой проблемы предлагает сам Джега. В книге он следует своей предыдущей работе 2013 года Impossible World. Он предлагает трактовать имена фикции как имена пучки. То есть так же как он например создавал имя пучок Bassister и говорил, что это имя пучок функционирует аналогично имени Молли, которое мы присвоили вымышленной старшей сестре его Марка Джега. С этой точки зрения Холмса не существует. Однако имя пучок Холмс является жестким диссигнатором, потому что это не просто пучок свойств, а вот такой пучок, который мы как будто бы предварили оператором ДЗ. И поэтому можно осмысленно сказать, что Холмс, если бы он существовал, мог бы не быть детективом. Таким образом мы решили проблему приписывания контингентных свойств фикционально сущему. Однако, говорит Джега, можно сказать, что тут имеется еще одна проблема, а именно как отождествить разные фикционально сущие. например, как можно осмысленно сказать, что Супермен это Кларк Кент. Он говорит, да никак, вот это мы сказать не можем и не должны, потому что Супермена не существует, равно как и Кларка Кента. Это два имени фигурируют в одной и той же истории и действительно согласно истории они должны были бы указывать на одного и того же человека, если бы такой человек существовал, но его нет. И поэтому мы можем сказать только, что имена Супермена Кларк Кент имеют одно и то же фикциональное значение и содержание. Теперь Джега переходит к тому, чтобы с помощью свойств и партикулярей, репрезентации которых он уже прописал, сконструировать возможные и невозможные миры. Вначале он рассматривает задачу, которую он поставил в параграфе 3.2, а именно репрезентировать содержание убеждения агента, который не уверен, что Зиги Старт даст это Боуи. Самый перспективный способ, говорит Джега, это заменить все лагодонские имена в нашем языке на пучки имена, то есть трактовать имена обычных существующих индивидов так же, как мы трактовали имена несуществующих индивидов. И тогда мы сможем репрезентировать различные имена по-разному, поскольку это разные пучки, даже если они всегда указывают на одного и того же индивида. Таким образом мы можем конструировать Эрзац Миры. С точки зрения Джега Эрзац Миры это просто множество мирообразующих предложений нашего языка. То есть Эрзац Мир репрезентирует содержание каких-то мирообразующих предложений посредством их включения в множество, а не посредством импликации, как это в обычной семантике возможных миров происходит. Предложения обычного языка репрезентируются в такой семантике, которую конструирует Джега посредством мирообразующих предложений, в которые они переводятся. Для максимальной гибкости Джега предполагает, что всякое множество мирообразующих предложений рассматривается как мир. И следовательно многие миры являются неполными в том смысле, что для некоторого мировообразующего предложения А они не репрезентируют ни само содержание А, ни содержание его отрицания. Значит, Джега немножко касается того, как могут быть расклассифицированы все миры, которые он полит. в том числе, он называет мир первичным, если и только если этот мир содержит все дизъюнкты, тех дизъюнкций, которые входят в него. Он называет мир максимальным, если и только если для всякого мирообразующего предложения А, этот мир содержит либо само предложение А, либо не А. Мир называется логически возможным относительно некоторой логики Л, если и только если он замкнут относительно Л-следования и при том не содержит все предложения мирообразующего языка. Далее Джега говорит, что было бы здорово, конечно же, дальше сказать какой мир называется метафизически возможным, но не очевидно, как это сделать, потому что у нас может по-разному пониматься, что такое метафизическая возможность. Однако, он говорит, цель этой главы описать конструирование миров, а не значение каких-то модальных предложений. Поэтому вопрос можно оставить открытым. Тем не менее, он приводит несколько альтернатив, которые почерпнул из работ других авторов. Так он говорит, первый вариант состоит в том, чтобы вводить примитивные модальные факты вида мир W возможен. Так обычно поступают сторонники эрзац миров. Второй вариант это можно использовать дефляционный подход, который предлагает Кэмерон на работе 2009 года, и согласно которому нет ничего специфически метафизического в том, какие миры кандидаты будут выбраны в качестве возможных в данном контексте. И при этом в разных контекстах это могут быть разные миры. Как говорит Кэмерон, в сущности то, какие миры мы считаем метафизически возможными, а какие нет, определяется целями нашего анализа и больше ничем. И третий вариант, который приводит Джега, это вариант рассматривать законы метафизики аналогично законам логики, то есть как некоторую полную и верную теорию, какой бы она ни была. Джега замечает, что этот вариант можно рассматривать как вариант подхода 2, то есть дефляционистского, и считать такую теорию контекстно-зависимой. Еще один еще одна разновидность миров, о которой он здесь говорит, это миры дубликаты. Такие миры вводятся в релевантные логики данных, и в дальнейшем Джега говорит, что он будет пользоваться ими в параграфе 7.4. Миры дубликаты предназначены для того, чтобы помочь нам с тем, что у нас миры не полны. И они представляют собой пары множеств мирообразующих предложений вот так записывающиеся W плюс и W минус. И эти пары репрезентируют то, что имеет место некоторое А, если и только если предложение А со звездочкой входит в множество W плюс. И что не имеет места некоторое А, если и только если А со звездочкой входит в W минус, где А со звездочкой это мирообразующий перевод самого предложения А. То есть пара W плюс и W минус репрезентируют то, что имеет место и то, что не имеет места в некотором мире W соответственно. То есть мы можем иначе говоря мир W расщепить на то в общем на множество позитивных фактов, которые в нем имеют место и на множество негативных фактов, то есть на то, что в нем не имеет места. И между такими множествами могут существовать провалы, факты, о которых нам ничего не известно. Имеют они место или не имеют места W. И в завершении своей главы Джего говорит, что поскольку мы уже имеем способ конструирования эрзац-миров, мы могли бы теперь с его помощью перейти к репрезентации эпистемического содержания, однако не все так просто, потому что у нас есть еще проблема, которую называют проблемой ограниченной рациональности, которая состоит в том, что логические связки в эпистемических контекстах работают не так, как они работают обычным образом. Например, я могу быть убеждена в каком-то А и каком-то Б, но не убеждена в их конъюнкции. И далее в следующей главе Джего говорит, что он собирается приступить к решению этой проблемы. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Отвечу на ваши вопросы, если они у вас появились. Спасибо, Аня. очень интересно, как быть все-таки с именами свойствами? Это у нас получаются конечные пучки или бесконечные пучки? Ну, в данном случае Джего ничего не говорит о том, что пучки имена должны быть обязательно или конечными, или бесконечными, но насколько я понимаю, ничего не противоречит тому, чтобы они были бесконечными. Просто мы не можем как-то схватить все эти свойства в едином понятии, однако мы можем предполагать, что на самом деле их бесконечное число, и таким образом всегда мы можем предполагать, что будет ровно один индивид, либо ни одного, который удовлетворял бы всем этим свойствам. Да, мне кажется, что они обязаны быть бесконечными, то есть если они являются конечными, то мы не получим жесткую диссигнацию для всех возможных городов. Ну, во-первых, мы можем ограничить контекст и таким образом получить жесткую диссигнацию, так как в обычных определенных дискрипциях используются. вот, к примеру, та же самая дискрипция победитель конкурса пекарей. Если мы используем контекст, в котором присутствует только один конкурс пекарей, и если в этом конкурсе пекарей может быть только один победитель, тогда такая дискрипция автоматически будет выбирать одного человека, и если мы после этого будем понимать ее как пучок имя, то есть как будто бы она предварена каплановским оператором Дзет, тогда мы должны сказать, что этот же самый человек будет называться победителем конкурса пекарей во всех возможных мирах, кто бы там на самом деле в этом мире конкурс не выиграл. решение хорошее, но только контекстов тоже бесконечности. не знаю, что сказать на это. Может быть в дальнейшем Джего как-то пояснит этот момент. Мне вот так же не очень ясно, а что такое актуальный мир? С точки зрения Джего это тот единственный мир, который является подлинным, то есть мир, в котором мы живем. Ну, мы можем постулировать, конечно, да, но мы получаем бесконечное число так скажем моделей этого актуального мира, и у каждого индивида будет своя собственная да, да, но как говорит Джего, вот эти модели, которые индивиды накладывают на актуальный мир, они ведь потому и модели, что они существуют в эпистемических контекстах данных индивидов, а это значит, что они сами по себе являются розац мирами, и они только используются индивидами для описания актуального мира, а сам актуальный мир единственный неповторимый бесконечный и полный. А можно и по-другому сказать, актуальный мир, бесконечное множество орзац миров. Джего бы не согласился с таким высказыванием. Возможно. Можно добавить, что это бесконечное множество единственное. И вот по понятию фактов, негативных фактов, то есть, как я понял, все-таки факт, это некоторая фундаментальная категория, которую мы уже не можем далее анализировать, не можем разложить на объекты, как у Виткенштейна. Вот. И это как-то затрудняет анализ понятия факта, не совсем понятно, на основе чего мы можем прояснить, что такое факт. От какой позиции мы способны отталкиваться, если это самое демутальное. Ну, я согласна, да, что здесь есть некоторая неясность, однако, мне кажется, Джега считает, что понятие факта достаточно ясно уже из одной интуиции, и что вот философы, которые пытаются его анализировать, они только запутывают дело. Вообще, вот такой подход к фактам я уже встречала в ситуационной семантике Барвайса и Перри, они говорят, что есть реальные ситуации и в общем, не помню, как они это называют, короче говоря, сконструированные ситуации воображаемые. И вот сконструированные ситуации конструируются из объектов, свойств, отношений и так далее. А реальные ситуации не конструируются, они просто представляют собой куски мира, так скажем, в которых дела обстоят каким-то определенным образом. И именно мы, познавательные агенты, расщепляем эти куски мира на какие-то объекты, какие-то свойства и какие-то отношения. А без нас это просто что-то цельное, которое просто таково и таково и все тут. То есть, они говорят, Барвайс и Перри, и мне кажется, что Джего бы сказал так же, что в актуальном, вот этом, в актуальных положениях дел объекты присутствуют как нечто общее между разными положениями дел. Вот, например, мы можем сказать, что там тот же самый Берти, да, значит, вот он присутствует дома, вот он присутствует на прогулке, и вот он присутствует там у ветеринара. Все это разные ситуации, но общее между ними является то, что частью их являются, они содержат некую общую часть, короче говоря, и эта часть, мы ее называем объектом по имени Берти, и точно так же со свойствами. Там мы можем рассматривать красный помидор, красную кружку, и красный нос у замерзшего человека, и это все будут различные ситуации, и общими между ними будет именно вот эта краснота, которая в данном случае реализуется в разных объектах, однако мы можем схватить ее общность, и значит абстрагировать таким образом из этих ситуаций свойства красноты. Ну вот то, что объекты и свойства являются чем-то по-производному от фактов, это мне очень нравится, но мне не очень понятно, не очень понятно, на каком основании мы их вычленяем из фактов. Ведь объекты, и я с этим полностью согласен, не могут быть чем-то логически противоречим. В то время вероятно факты должны подчиняться законам логики. Да, это интересный вопрос. Из того, что мы прочитали у Джека до сих пор, не вполне очевидно даже, могут ли быть с его точки зрения, какими с его точки зрения могут быть факты. Но поскольку он рассматривает факты как часть актуального мира, наверное, он считает, что тем самым факты не содержат в себе противоречий. Ну да, они должны быть логически когерентными, как бы мы к ним не подходили. А вот с объектами почему-то отпадает такой вопрос. Объекты в принципе не могут быть некогерентными. И вот каким образом мы из того, что подчинено законам логики, вычленяем какие-то элементы, которые выпадают в законах логики. Возможно, на это Джага бы сказал, что мы из фактов вычленяем обычные объекты, которые не содержат в себе противоречий. И свойства, тоже обычные свойства, которые не содержат в себе противоречий. И уже комбинируя их в эти абстрагированные свойства и объекты, в своем мышлении, можем составить невозможные объекты и невозможные свойства. То есть такие свойства, которые не могут быть презентированы по той причине, что они противоречивы. Он бы сказал, что противоречивые объекты и противоречивые свойства мы не можем ниоткуда абстрагировать, просто потому, что их не может быть. Да, просто противоречивых объектов не бывает и нам нечего бояться. Да, да. Еще один вопрос, правда, он выходит уже на рамке того, что мы услышали, как бы Джего отнесся к позиции Дома Дэвидсона подозрительному отношению Дома Дэвидсона к самому понятию факта. Непонятно. Едва лишь что-то я могла бы тут сказать, потому что я саму философию Дэвидсона знаю только в изложениях других авторов. Самого его я не читала. У меня есть такое уточнение, точнее, просьба уточнить. Вот прозвучало выражение, что нет противоречивых объектов. Противоречивых в смысле логическом? Ну да, да. По крайней мере Джек видимо так понимает логику, что противоречивых в логическом смысле не может быть объект. А что тогда такое объект? То есть объект это что-то без свойств получается? А если мы свойства добавим, это уже будет не объект, а факт какой-то? Почему же? Нет. как раз Джек рассматривает объекты вместе со свойствами. Ну так вот, а почему тогда, если объект какой-то одновременно обладает противоречивыми друг другу свойствами? Мы не считаем такой объект противоречивым? Мы считаем такой объект противоречивым, мы просто говорим, что в актуальном мире актуально его не может быть, потому что мы верим в то, что наш актуальный мир не содержит противоречий. А в Ирзац мирах, которые конструируют Джека, конечно, таких объектов полно. Актуальный мир это Сент-Арзац мир? Нет, актуальный мир это подлинный мир, с точки зрения Джека, это единственный подлинный мир. который эпистемический недоступен. Что делать? Мне еще не совсем осталось ясным по поводу фундаментальности. Когда Джека, например, говорит, вот в обсуждении сейчас прозвучало, что факты позитивные и негативные являются фундаментальными. и это было интерпретировано в духе того, что они не сводятся дальше к каким-то другим сущностям. Но мне кажется, Джека такого напрямую не говорил. В частности, вот дело на фундаментальности пишет на 146-й странице, он там пишет буквально следующее. Я утверждаю, что и негативные, и позитивные факты существуют. Факты обоих видов могут быть фундаментальными сущностями, не сводимы к другим сущностям. А, ну да, он не говорит напрямую, что все негативные и позитивные факты являются фундаментальными. Это правда. Мне не очень понятно осталось, как именно он различает фундаментальные факты и нефундаментальные факты, но по крайней мере он допускает существование нефундаментальных фактов и неоднократно об этом оговаривается. Мне кажется, там вот дальше потом идет рассмотрение стандартной модели относительно элементарных частиц, да, вот там, что же есть 16 видов фундаментальных частиц, так вот пишется, и что они все обладают одинаковым видом существования, да, хотя они как бы все являются фундаментальными. мне кажется, когда он говорит о том, что негативные позитивные факты являются фундаментальными, он не имеет в виду, что они не сводимы каким-то другим сущностям или сущностям какого-то другого вида объектам, свойствам, отношениям и так далее. Мне кажется, он имеет в виду, что они друг к другу не сводимы, что негативные факты не сводятся к позитивным, ну вот как отрицательные факты там у других авторов ну вот конкретно там где он говорит о критериях тождества для свойств кажется там он как раз и говорит что сейчас я попробую найти это место ну просто вот дальше например на той же 146 странице пониже когда он там по поводу пространственно временной локализации фактов говорит да он приводит там примеры допустим что вот позитивный реляционный факт расположен там и тогда где вот объекты которые участвуют в отношении расположены и вот это отношение инстанцированы ими да вот на 151 странице самый конец параграфа 54 он говорит что каверзный вопрос о критериях тождества этих свойств и соответствующих репрезентаций должен рассматриваться в терминах тождества фактов не ф насть и не же тость представляют являются различными ровно в том случае когда они абстрагированы из различных классов фактов когда факт является фундаментальной сущностью как многие негативные факты мы не можем дальше объяснить его критерии тождества он просто представляет собой то то и то то примитивно то есть здесь он говорит что по крайней мере некоторые факты не являются образованными из свойств и объектов и соответственно мы не сравниваем их потому какие объекты в них участвуют и какими свойствами они в них обладают все происходит наоборот но вот интересно тогда понять что это за факты такие может быть это связано с тем что утверждение о существовании каким-то образом особым формулируется допустим мы можем сказать что не существует там бармаглот не существует бармаглот вот как мы это будем формулировать то есть что не существует x который совпадает с бармаглотом или что если вот так мы формулируем тогда у нас должно быть какое-то отношение но у нас нету второго элемента для этого отношения а мы утверждаем элемента для этого отношения нет но бармаглот при этом как-то должен существовать еще такой пример не почему-то рудольф карман вспомнился сего baby к если мы говорим не существует baby мне кажется тут надо действительно вот именно для этого случая предполагать что факт о несуществовании бармаглота или baby к является не примитивным а конск конструированным из понятия о бармаглоте которая с точки зрения джега должно представлять собой пучок свойств бармаглота ну либо понятия baby ки и значит а вот если бы мы ну то есть если нас если нас интересует где нам взять бы бичность то мы должны следовать тому пути который для нас наметил джега а именно мы должны сказать что у нас существует позитивный смысле негативные факты состоящие в том что там все объекты мира то есть каждый из них в отдельности не является бы бичным стол не бичин там кот не бы бичин и так далее далее мы должны из этих фактов абстрагировать свойства небы бичности добавить к нему отрицание и тогда мы получим предикат не являться небы бичным и этот предикат будет у нас значит репрезентировать свойства бы бичности но мы не сможем построить отрицание поскольку небы бичность универсаль почему мы не сможем построить отрицание это же просто логический оператор который добавляется к чему бы то ни было вне зависимости от того получившееся свойство представлена как-то или нет небы бичность она подобно что ли да нет же небы бичность подобно материальности в данном случае поскольку у нас все небы бична то действительно свойства бы бичности мы не найдем нематериального сущего однако мы же можем помыслить само свойство быть нематериально сущим точно так же мы можем ну по крайней мере сложно да не просто а все ли знают что факт что ничто не является бы бичным и факт что ничто не является жубичным представляют собой разные факты но нам пока ничего не говорили про эпистемические контексты так что мы не знаем кто что знает а кто чего не знает я не уверен что это разные классы это может быть и ранее пар той воды хотя опять же здесь возникает вопрос о соотношении фактов и пропозиции пропозиция же нас определялись как множество возможных миров или до содержания пропозиции определялись как множество возможных миров а где вообще были пропозиции ного chaina или первой главе и где то короче в самом начале а когда пропозиции определялись как множество возможных миров, это Джего описывал чей-то другой подход и он потом сказал, что ему это не годится. Мне кажется, что и в этой главе тоже было что-то про пропозиции. Нужно найти. Вот на странице 73 он говорит, что он говорит в терминах содержаний а не пропозиции. Однако то, что он именно там тот аргумент, который он именно там приводит, он может быть в терминах пропозиции выражен. Но, видимо, не все содержание книги одинаково успешно выражается в терминах пропозиции, потому что иначе он, наверное, бы от него не отказался. Ну, это же еще одна из задач книги, в принципе, прояснить, что такое пропозиция. Не только знание и убеждение, но и пропозиция тоже, потому что где-то там когда вот он про гиперинтенциональность говорит и про содержание, до этого он, значит, показывает, что подход семантики возможностей миров к определению того, что такое пропозиция, а именно как множество возможных миров, это удачный подход, и он отлично работает, но мы не можем с точки зрения обычной семантики возможностей миров отличить пропозиции, которые являются логически эквивалентными. Ну, это, например, пропозиции математики, они логически эквивалентны, они все необходимы, во всех возможностях мирах они выполняются, но как мы их отличим друг от дружки? С точки зрения обычной семантики возможностей миров это невозможно, вот поэтому нам надо гиперинтенциональность вводить, чтобы мы могли пропозиции еще друг от друга отличать. Видимо, предполагать, что мы пропозиции будем понимать не только как, не просто как множество возможностей миров, но и как множество возможных плюс, например, один невозможный или там какое-то количество невозможных. Ну, и вот в частности он утверждает, что, ну, когда вот он пишет о невозможных мыслях, например, да, он говорит, что невозможные мысли имеют содержание, они какие-то значимые пропозиции выражают невозможные мысли. Вот нам нужно научиться схватывать эти пропозиции, потому что не все невозможные мысли выражают одну и ту же пропозицию, они отличаются друг от других. Ну, и в частности возникает проблема с необходимо ложными пропозициями, потому что у нас при стандартном подходе семантики возможностей миров получается только одна необходимо ложная пропозиция, это пустое множество. Вот все. Вот я нашла, где он использует слово пропозицию, пропозиция как бы от себя, это 119-я страница, тут он пишет, быть, что чтобы быть контингентно истинным, утверждение должно иметь содержание, то есть выражать пропозицию, которая истинна, но могла бы быть ложной. то есть он использует понятие пропозиции, по крайней мере, в тех случаях, когда оно ему требуется, в качестве какого-то эквивалента, который он пока еще строго не определил, понятию содержания. Звучит правдоподобно. Ну вот я нашел еще в параграфе из предыдущей главы, где обсуждается гибридный модальный реализм, там, например, это 111-я страница, там он пишет, пропозиции и другие понятия о содержании могут быть определены через множество эрзац-миров. Вот, и согласно этому подходу, подлинные миры представляют собой какие-то подлинные строительные блоки, и, соответственно, сообщают нам, какие эрзац-миры считаются репрезентирующими подлинные возможности. то есть, видимо, пропозиции могут пониматься в качестве множества эрзац-миров. И, соответственно, поскольку эрзац-миры всякие бывают, не только возможные, но и невозможные, то, значит, в эти множества мы и невозможные миры тоже включаем. Ну да, но вот здесь, опять же, непонятно, говорит ли он от себя или от лица какого-то гибридного модального реалиста, позицию которого он описывает. Он говорит же тут в начале абзаца, что если мы так сделаем, мы получим гибридный модальный реализм, который, значит, отличается от модального реализма Берта, однако, тем не менее, это не та позиция, очевидным образом, которую занимает сам Джеда. Там уже разница только в антологическом статусе этих миров. Ну, в общем, дальше во всей книге ничего содержательного про пропозиции больше нет. Все это самый последний содержательный момент. Потом просто термин пропозиции еще несколько раз в книжке используется после этого, но он не получает ни определения, ни какой-то трактовки, которую можно использовать для того, чтобы понять, что же такое пропозиция. Насколько мне кажется, пропозиции так и понимаются как множество эрзац миров, но непонятно, в какой степени туда невозможные миры должны включаться. Ну, вот опять же, мои любимые ситуационные семантики, они ведь тоже не любят термин пропозиция, ну, видимо, потому, что за ним закрепились достаточно прочно некоторые технические значения, которые они не хотят использовать, и они не хотят, чтобы читатель думал об этих значениях, тогда, когда они говорят слово пропозиция. «Открытые» «Открытые»